Вот сейчас наглядно будет. Ну там вот шахта под аппетитом и... Друзья, всем привет! В предыдущем видео про бассейн, бассейн, вторая часть, я рассказывал о том, или упомянул о том, что на дне образовался осадок. Не очень понятно, что это за осадок, то ли это песок из фильтра, то ли это просто после химии какой-то осадок. Сейчас я его соберу пылесосом, который я работаю в пруду. Это пылесос Пандавак 4. Соберу этот осадок и через некоторое время посмотрим. Если осадок снова выпал, значит проблема в песчаном фильтре. И тогда его надо будет разбирать и смотреть, что там произошло с сетчатым фильтром. Если же осадка больше не будет, значит повезло. Значит купаемся дальше, радуемся жизни. Сейчас буду пылесосить дно. Нарастил трубу значит раз, два, три, четыре колена. Вообще этот пылесос поднимает по паспорту с глубины 2,40. Ну вот и как раз и проверим, потому что здесь глубина 2,2,10. Насадку одел щеткой, такую узенькую, для того, чтобы точечно собирать вот этот песок. Кому понравится это видео, поставьте пожалуйста лайк, подпишитесь. Если нравится мой канал, пожалуйста рекомендуйте своим друзьям. Идет батя, сейчас начнет что-нибудь советы давать. Иди попей кофе, пап. Иди отдохни. Я все сделаю. Ага, включил. В розетку-то не воткнул. Помним, что вся электропроводка в пруду и в бассейне должна подключена через дифференцированный автомат, либо через УЗО, для того, чтобы если у вас что-то электрическое попадает в воду, не дай бог, классическая схема, фен упал, да, всех убило, как в кино снимают. Либо просто на розетку попала влага. Дифавтомат обязательно тут же все выключает и вывез в безопасности. Видео о том, как работает вид диффавтомат у меня есть на канале, пожалуйста, посмотрите. Ну, засасывается одна, как видите. Убирает хорошо. Да, все затягивает. Буду пылесосить. В принципе, процесс этот монотонный, длительный. Покажу вам результат уже после того, как все обработал. Ребят, ну, поменяли насадку, решили попробовать с другой насадкой. Сейчас батя будет делать для того, чтобы заодно не просто собрать вот этот песок со дна, но и почистить ил. Включаю и смотрим, как работает теперь мой батя. Сейчас наглядно будет видно. Все отлично засасывает. А щетка снимает иллистое отложение из зеленой водоросли и со дна. Ну, вот уже результат. Половина бассейна пропылесосили. Вторую часть уже доделываем. Батя ворвался в работу, не отдает мне пылесос, дает сам хочу. Здорово. Клево у меня самого получается. В общем, как в том сойре, деремся за покраску забора. Есть еще один бассейн, который я бы хотел вам показать, но не знаю, насколько будет это вам интересно. Находится за мной. Вот такой красивый навес. Если вам интересно, этот бассейн, там он был сделан более качественно, можно сказать, на 100% сделан правильно. есть там некоторые интересные фишки, ступенечки, ступенечки там есть. Интересная фишка тут с окнами. Там вот шахта под оборудование. В общем, все сделано красиво и с умом. Так что, ребята, если хотите увидеть, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и рекомендуйте, если вам понравилось это видео, рекомендуйте своим близким, друзьям и знакомым. Ну вот мы заканчиваем вторую сторону. Батя спрашивает, а что пылесос как бы вздрагивает каждые там несколько секунд? Вдрагивает он потому, что в нем две камеры. То есть одна камера освобождается, наполняется водой, другая освобождается. Вот так по очереди. Отсюда происходят вот такие вот хлопки, звуки. То есть это вполне нормальный процесс для такого пылесоса. Как водичка? Водичка супер. Вот смотрите, ребята, вот здесь есть ступенька и как бы зона для того, чтобы можно было отдохнуть. Я метр восемьдесят, глубина метр шестьдесят. Это неудобно, делайте меньшую глубину. Метр сорок достаточно будет для того, чтобы комфортно находиться. Потому что ну сегодня нужно на носочках стоять. Дальше я спускаюсь, тут идет уклон и глубина два метра. Сделано для того, чтобы можно было комфортно нырять с бортика с любой стороны. То есть уклон у нас вот так. И дальше, видите, я постоянно пытаюсь дно нащупать. Но не совсем это удобно. Если вы не часто ныряете, лучше делайте все-таки комфортную какую-то глубину, чтобы можно было ходить. Вот это метр двадцать. Это детская зона, ее можно еще, обычный даже метр, я делаю, девяносто сантиметров. То есть даже для меня вот метр двадцать в принципе нормальная глубина. я могу спокойно здесь находиться, плавать, в любой момент встать, безопасно. Поэтому делайте все-таки наверное комфортную глубину. Мои такие рекомендации, вот из опыта. Потому что ну нырять можно в принципе и метр пятьдесят, ну а дураки всегда найдут дно и при двух метрах, и при двух с половиной. Ну и потом дременных затрат на копание ямы будет меньше, при меньшей глубине. затрат на материалы будет меньше. В общем, сэкономите деньги и получите комфортные условия для купания. Ну и этот заплет для вас. Три маха. Спасибо, бать. Спасибо, оператор. Оператор, на здоровье. Купайтесь. Приглашаем всех. Приезжайте купаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте рекомендовать мой канал своим друзьям знакомым, если, конечно, он вам понравился. Какой я зончик. Ну и до новых встреч. Увидимся завтра. Пап, ну что, как пылесосит? Машина хорошая. Сосет нормально? Качок хороший. Не, сосет, говорю, хорошо? Сосет. Даже мелкие предметы выкачивается. Ну давай, ставь палец вверх. Приходите еще. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...